На сегодняшний день вес у нас 95 килограмм 100 грамм. И рост давайте посмотрим. А был у нас в Афреле 126. Аксения Валько героиня нашего сюжета не впервые и не спроста. Всего за полгода минус 31 на весах и множество плюсов. Тонус повысился, настроение поднялось, бодрости прибавилось. В течение шести месяцев вы соблюдали диету только или какая-то физическая нагрузка у вас была? Конкретно диеты не было. Я, в принципе, питалась. Все, но в умеренных количествах. То есть ограничивали количество? Да, ограничивала порцию. И включила физические нагрузки. Сейчас в бассейн хожу. Добавить физической активности помогут медики. Лечебная физкультура даст правильную нагрузку. Вместе с лишними килограммами участники проекта теряют многие симптомы нездоровья. Давление нормализовалось. Активность появилась хорошая. И уже у меня сестра тоже подтягивает. Смотрю тоже. К этому всему. Большой плюс у всех, что многие из них улучшили качество жизни. У кого-то были часто гипертонические кризы. Сейчас такого нет. То есть давление у них корректируется. Они начинают нравиться себе, нравиться окружающим. То есть подобрать даже в одежду для них теперь намного легче. И плюс еще, сами понимаете, что физическая нагрузка дает все-таки энергию. Одна из основ успеха – быстрые шаги. От 10 до 20 тысяч в день. Порции меньше, вредные привычки долой. Тем, кто хочет изменить свою жизнь, стоит помнить, никакой универсальной пилюли для похудения не существует. Вес по щелчку пальцев не испарится. Поэтому все должно происходить под строгим контролем специалиста и после комплексного обследования. А тем, кто уже делает первые шаги к заветной мечте, хочется пожелать терпения и усердия. Ведь именно от этого в конечном счете зависит достижение заветной цели. Все надеялись, что проект именно вот, да, они придут ко мне на первый прием, я им раздам все таблетки и все, на этом мы разойдемся. Нет, я им раздала весы, шагомеры, все рассказали и они были под контролем. Наверное, вот этот контроль именно их мотивировал, потому что если человек сам начинается, у него, как обычно, срывы, потому что нет контроля. И люди перестали врать сами себе. Вы сами понимаете, что жир не синтезируется где-то в воздухе. Из сотни участников к финишной черте спустя полугодия пришли 93. Подопечные Эльзы Галямовой дистанцию завершили в полном составе. Условия участия – дистанционная отчетность через мессенджеры раз в месяц на прием к врачу, который скорректирует программу по индивидуальным параметрам. И львиная доля самоконтроля, который в конечном счете становится привычным образом жизни. Мы говорим своим пациентам, чтобы они не заканчивали работу над собой за эти шесть месяцев, и все, дальше могут вести себя, как хотят. Нет, это уже измененный образ жизни, снижение потребления соли обязательно, не более пяти грамм в сутки. Это очень важно. Вот, знаете, по данным зарубежной литературы, снижение потребления соли позволяет снизить риск возникновения инсульта во много раз. Те, кто считает свой сегодняшний результат недостаточным, смогут продолжить участие. Новый набор откроется в ноябре. В этом году проект вышел из-под крыла федерального центра и отправился в автономное региональное плавание. Дополнительный стимул для тех, кто раздумывает – каждый год из трех. За время участия больше половины пациентов снижали вес на 5% от исходного. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73.